Профильная статья в закон о защите прав потребителей, которая определила правила игры при дистанционных продажах, появилась еще в конце 2004 года. Но ее наличие, к сожалению, не отнулило конфликты в этой сфере торговли. Во всяком случае, героиня нашего следующего сюжета, Алена Горн, планировал купить с помощью популярного интернет-сайта кофеварку всего за 190 рублей. Но в итоге оказалось, что этот кухонный девайс стоит в 17 раз дороже. Я ввела в поисковой строке кофемашина и мне выдал как раз-таки запрос на Е96. Я зашла на сайт и не поверила своим глазам. Кофеварка «Вейтек» по такой демпинговой цене, но о чем еще может мечтать человек, который ценит изысканные запахи свежесваренного кофе? Меня это удивило, но я рассчитала это как рекламный ход. То есть я считала, что это, может, последний товар, который остался у них по спецпредложению, чтобы заманить новых покупателей. Уже после того, как заказ был оформлен, менеджер сообщил, что в Е96 рук волшебники все-таки не работают. Когда парень услышал, что я заказала кофеварку за 190 рублей, он сильно удивился и в ответ он просто замешкался и сказал, что, к сожалению, в данный момент они не могут мне продать данный товар и чуть позже со мной свяжется менеджер. В последние годы интернет-продажи все активнее заявляет свои права на потребительский рынок. Потенциальных покупателей воодушевляют не только, что приобретение можно делать не вставая с дивана, но и демократичное ценообразование. Впрочем, накладки случаются даже в киберпространстве. Исходя из того, что порядка 100 заказов где-то в день формируется, в неделю бывает, ну, ситуации, может быть, 3-4, не больше. Это максимум. Дело в том, что у нас цены появляются на сайте, у нас есть фиксирована оценка на каждого поставщика. К нам заливается на сайт прайс поставщика и формируется цена. Вот когда у поставщика цена изменилась, но еще не успела синхронизироваться с сайтом, то вот эта вот разница, старая цена еще может стоять на товар. Директор интернет-магазина Дом спорта РФ утверждает, что за такие ошибки поджентельменски платит сама компания. Разница – это уже наши проблемы внутренние, внутри компании. Если мы не смогли уследить, соответственно, клиент за это не должен платить, за это мы платим. По легенде, первым лодом, который создатель крупнейшего сетевого аукциона eBay Пьер Амедиар предложил на своей площадке, была неисправная лазерная указка. Однако для неизбежного стратегического развития этого сегмента рынка такой тактический казус никакой роли не сыграл. С точки зрения гражданского кодекса наша героиня была ангажирована так называемой публичной офертой. Проще говоря, когда одна сторона предлагает публично всем заключить договор на каких-то условиях, а вторая сторона выражает так называемый акцепт согласия на этих условиях заключить договор. Кроме того, на страже интересов блондинки, кофеманки и закон о защите прав потребителей. Продавец обязан предоставить информацию до момента заключения договора потребителям о цене. Цена должна выражаться в рублях и не может быть изменена к моменту передачи товара продавцом в одностороннем порядке. У нас не говорится о том, что количество товара ограничено, не говорится, что срок действия акции каким-то сроком ограничен. Значит, и это вообще не акция была, это было обычное розничное предложение. И если магазин делает это предложение, то есть рекламирует себя, значит он обязан выполнять эти условия. Но у самого интернет-магазина совсем уж странные представления о том, что такое оферты. Непонятно, чем вызвано удивление клиентки, учитывая тот факт, что на сайте размещен текст публичной оферты, где в пункте 5.3 указано о том, что цены на любые позиции товара могут быть изменены. Еще не веря своим ушам, едем в новосибирский филиал компании. Есть у вас желание прокомментировать нам ситуацию, когда ваш клиент дает товар по одной цене, оказывается, что лично цена у него? Нет, нет времени, что сообщается. Когда у вас будет? Не знаю. Мы можем договориться на какое-то конкретное. Не готов сказать, что это честно. Такая сверхзанятость явно не формирует положительного имиджа для компании, который теперь придется объяснять в суде все свои правовые шалости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА